Как известно в послании президента Республики Узбекистан парламенту, 24 января текущего года было поручено разработать предложение по реформированию системы прописки и либерализации внутренней миграции, которая долгие годы является болезненной точкой для большинства наших граждан. Исходя из этого, в государственной программе по развитию науки, просвещения и цифровой экономики на 2020 год намечена реализация соответствующих мер по данному вопросу. С этой целью ответственными министерствами и ведомствами разработан проект закона Республики Узбекистан и проект постановления Кабинета министров касательно реформирования системы прописки. Проект закона Республики Узбекистан и постановление правительства о реформе системы прописки размещены на веб-сайте 2020.strategy.us Центра стратегии развития для всенародного обсуждения. За ходом обсуждения следила Гузаль Фазиева. Почти тысяча голосов за два дня. Это количество мнений и предложений, поступивших от жителей нашей страны по поводу проекта закона и постановления правительства Узбекистана о реформе системы прописки. Тема живая, временами даже злободневная, потому проект, размещенный для всенародного онлайн-обсуждения на веб-сайте Центра стратегии развития 2020.strategy.us, быстро привлек внимание широкой общественности. В целом, стоит отметить, что наши граждане очень активно участвуют в общественных обсуждениях и высказывают дельные предложения. А самое главное, большинство участников дискуссий поддерживают нормы, которые нашли свое отражение в данных проектах нормативно-правовых актов, так как они обеспечивают право на имущество, а также соответствуют международным стандартам. При разработке проектов был тщательно изучен передовой зарубежный опыт. Многие наши соотечественники с нетерпением ждут этих реформ, ведь они обещают устранить ряд неудобств. В частности, вместо понятия прописки, вызывающей у многих граждан недовольство, на основе зарубежного опыта вводится понятие регистрация. Также отменяются требования в отношении граждан Республики Узбекистан о наличии постоянной прописки в городе Ташкенте и Ташкентской области. При приобретении в этих регионах недвижимости, а также по уплате специальной ставки государственной пошлины для оформления договора купли-продажи жилья на востройках. Предусматривается право регистрации гражданами своих родственников первой и второй степени родства не только по адресу, где они прописаны, но и иные жилые площади, находящиеся в их собственности. Предусматривается исключение обязательного условия годичного совместного проживания супружеские пары, необходимого для приобретения постоянной прописки, а также условия утраты постоянной прописки в случае расторжения брака в течение одного года после его получения. Исключается ограничение касательно постоянной прописки на период пребывания должности для работников избранных представительными органами, назначенных в соответствующие государственные органы, органы хозяйствующего управления и другие государственные организации республиканского значения. Кроме того, лица, принятые в семью для воспитания патронат, будут иметь возможность зарегистрироваться по месту постоянного проживания своих приемных родителей. Срок регистрации по месту временного проживания с согласием владельца жилья продлевается с одного года до пяти лет. Эти и другие перемены станут долгожданными для многих узбекистанцев. А сегодня жители проявляют активную гражданскую позицию и вносят предложения, чтобы еще более усовершенствовать эти документы. За ходом оживленных дискуссий можно наблюдать на сайте 2020.strategy.us. Очень правильно сделали. Устаревшие подходы доставляли много неудобств людям. Вот я и моя супруга-врачи 10 лет работаем в Ташкенте для государства, но прописку до сих пор не смогли получить, хотя много обращались разные ведомства. Все, что сейчас делается для улучшения условий жизни народа, заслуживает всяческих похвал. Чем больше подобных процедур будет устранено или упрощено, тем быстрее будет развиваться наше государство. Напомним, что всенародные обсуждения продлятся до 11 апреля. Приняв участие в этом процессе, предоставив свои рекомендации, каждый из нас может внести свой вклад в дальнейшее совершенствование этих документов в интересах всего общества. Продолжение следует... Продолжение следует...